добрый день дорогие друзья вы на канале клан сибирских цветочниц сегодня мы с вами готовим быстрый 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 пирог с капустой начинаем мы приготовление пирога с того что мы берем форму в которой будем готовить это у меня форма 20 на 30 я сюда положила кусок сливочного масла примерно 50 граммов включила духовку на 200 градусов и сейчас этот противень туда поставлю чтобы масло растаяло пока масло растает смотрите нам понадобится капуста здесь примерно грамм наверное 300-400 она мелко пошинкована можно кубиками как у меня можно соломкой я ее посолила чуть-чуть и нам нужно хорошо ее промять чтобы выступил сок капусту в сторону теперь делаем собственно тесто у меня здесь три яйца уже находятся значит мне сюда нужно добавить смотрите какой купила нарядный крахмал пышечка нет я не в том плане что нужно только такой крахмал я в том плане что обычно он все-таки продается в таких вот упаковках каких-то фольгированных а тут прям новый я его не сразу нашла я смотрела смотрела туда где должен быть крахмал по логике но на этим смогла не сразу если честно не знаю зачем в этом рецепте краска крахмала могут поскольку положим для его и добавляю всегда крахмала нужно от половины до одной чайной ложки сюда раз но разрыхлитель обычный тоже не важно какой разрыхлителя нужно от чайной до столовой ложки вот так можно немножко посолить потом нужно три ложки сметаны эти какая деревенская сметана и не ухватишь так третью сметану убираем теперь три ложки майонеза ничего страшного и вредного майонезе нет в тесте он вполне будет даже не до высыпалась три ложки ну скажем так все примерно это жене выключился свет это же не ювелирное производство смысл в том что это мука у всех разная консистенция должна быть такая чтобы можно было налить этот пирог то есть он заливной вот я сейчас делаю 3 4 сделаю ложки потом забью и мы с вами посмотрим вместе их достаточно или нет все тесто готово оно взбито ну вот такой консистенции не взбито перемешано достаем из духовки горячую форму но она не такая же и горячая масло растаяло его аккуратно распределяем высыпаем капусту и равномерно распределяем по форме кадре появился сыр пока у нас пирог печется мы подготовим по трем на мелкой терке 100 грамм сыра я еще люблю добавлять кориандр но это уже на ваш вкус что вот распределилась капуста теперь мы ее заливаем вот этим вот тестом вот видите она не густая и не жидкая зависит и от муки и от консистенции сметаны и от размера яиц очень много чего зависит но в любом случае будет очень и очень вкусно это я вам гарантирую пирог духовки будет минут 30 тоже точно смогу сказать после приготовления потому что не запоминали эти цифры никогда все вот он его даже не надо тут особо никак разравнивать он тут сам растекается как хочет видите и пошел в духовку вот все в духовке я потерла сыр вот обычный сыр он такой полутвердый вот потерла потом вспомнила о том что у меня есть пармезан и надо было попробовать пармезаном и кориандр но это зернах мне лениво доставать электрическую кофемолку который можно перемолоть поэтому я тут немножко помучусь с ступкой но я вам хочу сказать это совершенно необязательные элементы и сыр и кориандр совершенно необязательно просто я вот так хочу сейчас это не значит что я готовлю каждый раз сыром и скорее все ждем когда у нас будет готов пирог пирог в духовке провел тридцать пять минут последние 10 минут я его прикрыла сверху фольгой потому что он сверху начал немножко подгорать и опустила вниз смотрите по своей духовке сейчас я его буду переворачивать пирог у меня сегодня не слишком удачно перевернулся но я все равно вам покажу значит и что я делаю наверное сначала тмином я сначала посыпаю тмином вот пока он горячий перевернули горячую форму и тут же я посыпаю если не любите если нету времени если нет желания возиться не надо этого делать пирог и так будет вкусный и всем понравится и я засыпаю сразу же тертым сыром смотрите тоже по количеству его может быть разные абсолютно я взяла примерно 100 грамм рассыпается по сторонам все скажут что ты делаешь как ты можешь так не аккуратно но кухня домашняя кухня очень быстро и у меня буквально через три минутки придет муж с работы поэтому все мне нужно быстрее быстрее так и нам нужно прижать к горячему пирогу этот сыр я делаю лопаткой можно делать рукой вот для чего прижимаем для того чтобы он чуть-чуть подплавился он не потечет ничего с ним не будет но чуть-чуть к этому пирогу приплавится и это будет хорошо поверьте мне разрезать разрезать показать краешек как раз тот который не ровно отварился идет пар очень приятный запах особенно от кориандра вот такой вот он получается надо как-то сделать красивую фотографию переложить на красивую тарелочку сделать красивую фотографию для красивых людей все спасибо что были с нами пробуйте этот пирог готовьте вам он очень очень понравится я прям гарантирую пишите в комментариях как делаете такой пирог вы а я уверена что вы делаете такой или похожий подписывайтесь на канал ставьте лайки с вами была анжелика пока пока